А сейчас к теме, которая связана с разумным потреблением в России. Сегодня многие люди порой не следят за своими тратами, покупая дорогостоящие вещи. Кто-то расслабляется, кто-то повышает тем самым настроение, а некоторые вовсе повышают таким образом свой статус. И в итоге люди тратят намного больше своего материального достатка. Такая тенденция – это проблема для всей страны и для Тверской области в целом. А подробнее об этом в нашем сюжете далее. Проблема потребительства очень серьезная для всего мира, а для России вдвойне и даже в стране. Сегодня происходит следующее. Темпы потребительского кредитования выросли на 40%, а депозиты только на 10%. Россияне тратят на потребление уже не только свою зарплату, реальные доходы, но и берут в кредит деньги. Отсутствие культуры потребления приводит к тому, что люди тратят гораздо больше, чем зарабатывают. В итоге это приводит к большим долгам и приведет еще к большим проблемам во многих семьях. Согласно исследованиям, в России больше, чем в других странах, развито престижное показное потребление. Люди порой покупают ту или иную вещь для того, чтобы продемонстрировать свой статус. Мы решили поинтересоваться у тверичан, что же они думают по этому поводу. Готовы ли вы покупать дорогую вещь, больше, чем своя зарплата, допустим? Я думаю, нет. А почему? Не могу сказать. Сделаете ли вы неоправданные дорогие покупки? Нет. А почему? Денег жалко. На путешествие я готова потратить. А материальное что-то? О, я так не могу сказать. Смотря на сколько сильно она мне нужна. Не знаю. У каждого свои мысли, свои желания, свои мечты. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Если душа просит, и ты можешь себе это позволить, конечно, приобретай. Хоть это будет стоить миллион, хоть два. А для чего? Для себя. И для родных, для близких. Для тех, на кого не все равно. Для некоторых людей покупка – это снятие стресса. А поход в магазин удовлетворяет реакционную потребность. Отдых, снижение усталости, повышение настроения. А в больших городах, где уровень стресса зашкаливает, часто встречается, что люди после работы заходят в магазин. Сам факт совершения покупки уже помогает человеку расслабиться. Как говорится, богатого человека можно отличить по скромной одежде, а бедные люди пытаются с помощью одежды доказать, что они не бедные. В этом вся и проблема. Продолжение следует...